В Екатеринбурге в пятом часу утра, то есть уже засветло, на перекрестке, на котором постоянно волей-неволей вспоминаешь Обаму, объездная Амундсена, сокращенно Обаму, в жесткий замес попал экипаж ГАИ и одному ГАИшнику переломило ноги при исполнении. А инициатором этой наглости стал пилот серебристой Хонды Фит с правым рулем и 174-ми челябинскими номерами. Декорация такая. ГАИшники на служебной ладе стояли в левом ряду на Амундсена в направлении Академа и ждали зеленого на перекрестке с объездной. Справа от ГАИшников на красные стояла черная Тойота Аурис, сзади ГАИшников юберевская таксишка Ниссан Альмера. В пятом часу утра на не сильно загруженной дороге все вежливо дождались зеленого и тронулись. ГАИшники волею небес на перекресток с объездной заехали первыми и получили внезапный удар в водительскую дверь от челябинской Хонды, катившейся по объездной в сторону московского тракта. Теоретически под удар судьбы могла попасть черная Тойота, но ее рулевой ГАИП не стал резко газовать на глазах ГАИшников, а уважительно их пропустил, о чем впоследствии не пожалел. Вот на первом полосе стояли ДПСники, на втором я, ну как бы место, ну и у нас уже зеленый загорел, и они, ну первые они трогались. Ну я хотел, ну как бы с уважением, они сначала первые пропустил их, да? Ну оттуда, короче, по объездной ехал, вот, Хонда, и все. И слайд? Да я вообще не успел, как бы, я тоже трогал, они тоже, и бах, и все, я больше ничего не видел. Стояли, ждали зеленый, так, машин никого не было, загорелся зеленый, еще секунд 5-10 мы простояли и поехали, и машина, хлопок такой. Хронулись на зеленый, поехали. Вот и все. Как думаете, по микрофону говорили? Челябинская машина. Сто процентов? Сто процентов. Удар Хонды в гаишную ладу был настолько могучим, что патрульную машину отбросило метров на 30, и остановилась она только после того, как уперлась носом в отбойник. Хонда от точки удара отлетела на 15 метров и застыла ровно на пешеходном переходе, который в пятом часу утра пустовал. Сильнее всех в этом замесе досталась рулевому гаишной лады, который всю мощь удара принял фактически на себя. Ему Хонда сломала ноги и зажала последнее железом. Для извлечения пилота пришлось задействовать МЧС, а для транспортировки в травматологию – карету скорой. Таким образом, волею небес в одном месте в одно время сошлись три спецслужбы – 0.1, 0.2 и 0.3. В принципе, они частенько встречаются на ДТП с травмами и зажатием. Только 0.2 в данном случае оказалась в роли пострадавшей. Инспектор ГАИ, сидевший в патрульной ладе на месте смертника, тоже пострадал, но не так сильно, как его напарник. Его, как и пилота Хонды и двух его пассажиров с ушибами, порезами и подозрением на ЧМТ, тоже госпитализировали на карете в лечебницу.